поговорим сегодня о старой теме которая касается форма земли дело в том что на конкретный промежуток времени или на конкретном этапе развития человечества да и если бы вместо нас были какие-то другие живые существа которые стремились бы познать то тело на котором они существуют все зависело бы от того конкретного этапа на котором находится сознание этих существ то есть нас людей в данном случае дело в том что в древности когда только приходила сама мысль познать где же мы с вами обитаем то люди отталкивались от того что было им известно на тот момент что становилось им известным на тот момент а это как правило было то место где они непосредственно находятся и какие-то возможности в разные стороны и и даже самого понятия разные стороны на тот момент не существовало человек мог встать пойти куда-то и для него все направления его похода были одинаковы просто многие историки когда занимаются изучением цивилизации почему-то приписывают прошлым народом древним их стадиям такие возможности которых мы и сегодня то не можем достичь я конечно понимаю что всем хочется великих предков и хочется каких-то таких моментов чтобы тебя как первооткрывателя какого-то древнего шедевра запомнили раз и навсегда как например того самого расшифровщика египетских иероглифов и несмотря на то что он принципиально неправильно расшифровал египетский язык я могу даже остановиться на этом чуть больше так все равно его возвели в памятник и этот человек не буду называть его имя он уже многие десятилетия является иконой современной истории от него танцует древний египет так вот в чем состоялась ошибка расшифровки дело в том что когда один язык расшифровываешь по какому-то другому а именно так происходило с египетскими иероглифами то должны совпадать прежде всего семьи этих языков то есть если у вас есть язык а и вы по нему хотите расшифровать язык б то они должны относиться как минимум в обязательном порядке к одной и той же лингвистической семье что сделал шампальон я все-таки назову его имя он расшифровал так называемый семитский египетский язык по индоевропейскому греческому в принципе все неправильно в принципе в принципе поэтому то что там теперь историки на прочитывали на всех этих надписях даже если бы они были древними эти надписи то все это является ложью если копнуть еще дальше в историю то там окажется еще более дремучие время но самое главное что исходной ложью является и концепциях древнего египта почему опять же объясню на пальцах дело в том что там зафиксированы те самые пирамиды они своими гранями ориентированы на северный полюс и есть еще кучу всяких географических геометрических ориентаций которые были возможны или стали возможны точнее только в наше с вами время особенно это касается периода прецессии который всем известен сегодня по длительности 25 тысяч девятьсот лет за это время все плюсные ориентации приходят на исходную позицию а в течение 25 тысяч лет они меняют свои позиции так что ориентации тех или иных построек если бы люди знали как ориентироваться на период прецессии а он отмечается сегодня полярной звездой положением полярной звезды то если бы люди умели ориентироваться в древности на это положение полярной звезды то тогда бы наши точнее египетские пирамиды были направлены своими гранями на то место где в то время в древности ну допустим 5000 лет тому назад находился бы полюс мира это примерно составляло бы условно говоря где-то 40 50 процентов сегодняшнему положению ориентации пирамид гизы и что мы хотим если мы сегодня астрономию не знаем настолько хорошо чтобы понимать такие ориентации например у меня была в школе пятерка по астрономии я закончил ракетную кафедру то есть космическую кафедру и все равно чтобы разобраться во всем этом хитросплетении мне потребовалось много лет да сейчас я попроще к этому отношусь кое-какие вещи я изучил досконально но все равно это сложная математика в пространстве вы представляете простого человека который никогда этим не занимается не только сейчас но и в древности когда не было самой математики не было многих многих математических действий например не было умножение деление возведение в степени и тому подобное были только действия которые могли точнее позволяли людям производить сложение даже отрицательные числа позволяющие производить вычитание они появились только в поздние средние века а уравнение то есть способность записывать какую-то математическую формулу это тоже средневековое открытие я конечно понимаю что некоторые продвинутые зрители сейчас могут сказать что а как же арабы с арабами все очень просто официальная история говорит что они появились в седьмом веке нашей эры вместе со своим кораном но на самом деле это все не так потому что никакого народа под названием арабы не существует ни сегодня не в прошлом арабы это обозначение религиозной общины так же как у нас обозначает религиозную общину христиане например или как у иудеев обозначают их общину иудейская это религиозный признак они народные поэтому никаких арабов никогда не было и пока еще нет так вот в древности когда люди еще не знали естественно не знали математики когда люди не могли понимать даже каких-то примитивных для нас сегодня для школьников наших каких-то понятий например стороны света появление солнца и луны появление времени вот этих вещей просто люди тогда не знали стороны света они появились точнее их осознание появилась только после введения декартом декартовой системы координат а он ее разработал только пятнадцатом веке и многие века она входила в сознание человечества мелкими шажками до этого существовала шестеричная система которая нам и дала понимание времени понимание календаря и так далее сегодня время мы считаем не по десяти речной системе а по шестеричной или двенадцати речной как хотите воспринимать и это одно и то же и все древние счеты все древние системы подсчета всегда были двенадцати речные или шестеричные вспомните английскую которые сегодня еще остается вспомните русскую которая существовала до революции поэтому у человека который не перешел на декартовую систему координат у него не было никакой возможности построить пирамиду с четырьмя гранями потому что у него в сознании существовали объекте только с шестью или двенадцатью гранями или пирамиды максимум с тремя гранями то есть кратно трем квадрат человек прошлого построить не мог потому что у него этой фигуры не было в голове то же самое касается и сторон света нельзя сказать чтобы в тринадцатом веке человек пошел на восток на запад на север или на юг потому что этого понимания в голове человека того времени еще не существовало он мог пойти на любую из двенадцати сторон света которые тогда обозначались ветрами ну вроде как такая концепция есть и вот в этой одной двенадцатой стороне света он мог найти какое-то свое счастье или несчастье это так называемые зодиакальное или календарное геометрическое расположение объектов и это было еще раз говорю до пятнадцатого века везде то есть везде нигде не было известно композиции четырех сторон света а потом постепенно начали переходить от зодиакальной системы к вот такой четырехконечный кресту в общем то это и есть христианству когда вместо шестеричного счисления пространство ввели крестовое четверичное счисление пространство когда начали познавать землю тогда не было никаких знаний и человек мог понять что такое под ним находится на чем он стоит только взяв это в руки и попытавшись как-то изложить это каким-то сказочным языком и первый момент который был придуман и который остался на века это момент главного мифа о котором я вам уже говорил когда из молочной реки уточка сбила твердую землю в виде творога сейчас в религиях так и остались эти праздники и твердая земля сегодня называется пасхой и ее в виде четырехгранной пирамиды делают из творога как раз в тот день когда по мнению религиозных деятелей и состоялось рождение нашей земли состоялся но не так давно и состоялся но больше в мозгу человека потому что человек поныне не может разобраться откуда появилась земля да конечно сегодня есть какие-то мнения что она появилась как небесное тело в каком-то космосе но понятие самого космоса это продукт двадцатого века а до двадцатого века никто не знал где мы находимся и вообще с какой стороны смотреть на нашу материальную реальность я уже говорил что единственным продуктом девятнадцатого века мыслительным продуктом который применен до сих пор к нашей реальности является материалистическое мировоззрение и все вы и мы все думаем что она однозначно говорит о том что земля существует в космосе как планета среди звезд солнце и других космических объектов на самом деле материалистическая философия говорит не об этом и я уже несколько раз повторял зрители некоторые зрители лениться посмотреть в справочнике я повторю еще раз карл маркс и фридрих энгельс первыми придумали диалектический материализм в чем он заключается в том что вся материя является продуктом нашего мышления то что мы думаем какими образами мы складываем свою реальность внутри мозга таким образом и она и существует вокруг нас точнее то что мы видим внутри в своей голове то на самом деле и существует хотя она может быть в реальности и сильно отличаться от наших представлений на самом деле это действительно так потому что у нас нет приборных таких возможностей то есть глаз еще чего-то которые работали бы в таком режиме что как зеркала бы отражали на какой-то орган стопроцентно достоверную информацию поступающую извне у нас происходит совершенно другой момент который заключается в том что приходит отражение в виде цвета это отражение формирует информационный какой-то комплекс описаний которые потом детектируются мозгом и превращаются им в определенные картинки и вот этими картинками мы с вами уже и мыслим вот что мы с вами видим они то что мы с вами наблюдаем